В эфире новости сейчас в студии Алена Артемцева. Здравствуйте! Коротко о некоторых темах выпуска. В опиющий случай. Местный житель намеренно задавил собаку на своей машине. Идет расследование. Учебный год начался в новом блоке. Сегодня его торжественно открыли в школе номер 57, в День Учителя. Две победы в двух играх. Минифутбольный Ираера уверенно победил соперника в домашнем туре. Подробности в конце программы. В опиющий случай произошел в одном из СНТ Иркутского района. Местный житель намеренно задавил собаку на своей Тойоте Камри. От многочисленных переломов и повреждений внутренних органов животное погибло. Второй дворняге повезло больше, отделалось ушибами. Кроме этого, камера видеонаблюдения зафиксировала, как между водителем автомобиля и владельцем сбитой собаки завязалась драка. Мужчина на Тойоте повалил на землю хозяина четвероногого и несколько раз ударил его. В чем причина такого агрессивного поведения и жестокого обращения с животными, узнавала Малена Мартынова. Любимица Марта умная и ласковая. Настоящий член семьи. С теплотой о собаке вспоминает ее хозяин Андрей Гасперский. Мужчины и его близкие до сих пор не могут поверить в случившееся, как, впрочем, и в жестокой соседоподаче. Все произошло внезапно. Не было никаких предпосылок. Вот он выехал вот здесь, с этого места посмотрел, что народу никого нету в три часа. Ну и давай гонять. Первого берут этого маленького, потом мою, потом еще рыжего пса. Ну те пошустрее те убежали, а моя крупная берет, она не успела. Она бегать не в ней. После случившегося сбитую собаку отвезли в ветеринарную клинику. Там врачи рекомендовали усыпить животное. Полученные травмы оказались слишком серьезными и мучительными. Владелец четвероногого написал заявление в полицию. На допросе агрессивный водитель утверждал, что хотел лишь припугнуть собак и не хотел причинять им вред. Нам комментарий он давать не стал. А вот на допросе в полиции дает такое объяснение. Она попала мне под бок, даже не понял, что она попала мне под лесу. Я затормозил ее, когда начал угруливать. Конечно, я сожалею в этом, что так получилось. У меня умысел только разогнать их там, а давить не было. Хотя очевидцы случившегося, комментируя произошедшее, говорят, что предполагаемый виновник действовал намеренно. Он не остановился перед лежащими животными. Более того, погнался вначале за одной собакой темного окраса. Но та вовремя убежала. А старенькая Марта не успела. По словам водителя «Тойоты», местные четвероногие напугали его четырехлетнего сына. Жители СНТ «Зеленая» говорят, что никогда не замечали агрессивного поведения хвостатых. А тем более у погибшей Марты. Вот эта собака вообще под замес попала непонятно, вообще случайно. Собака уже тоже старенькая, она еле ходила. Мне вообще кажется, она даже гавкать не умела. Ему было все равно, кого давить. Вот кого бы попалось бы две, три, четыре собаки, он бы задавил, возможно, и больше. Собака спокойная, выйдет, вот тут походит и как бы обратно домой. Ну, как хозяева, спокойные, адекватные люди. Всем садоводством собачек кормим, поэтому они сытые, добрые у нас и не агрессивные. Злоумышленник тоже написал заявление в полицию. В тот день, после происшествия, владелец собаки выбежал к водителю со стамеской в руках. Камеры зафиксировали потасовку между мужчинами. В МВД нам сообщили, что сейчас дается правовая оценка их действия. Сотрудникам полиции предстоит дать объективную оценку действиям обоих мужчин. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Отмечу, что это не единственный случай жестокого обращения с животными в регионе. Собак выбрасывают из окон многоэтажек, намеренно переезжают автомобилями, стреляют и сбивают. Так, один из громких случаев произошел в августе 2022 года. В Малой Иланке местные жители до смерти забили соседского пса, породы Хаски. Все свои действия снимали на телефон. Прокуратура направила уголовное дело в суд. И спустя почти год в судебных заседаний убийц Хаски Маруси приговорили к полутора годам исправительных работ. Хозяйка собаки не согласна с таким мягким приговором и намерена подавать апелляцию. Малена Мартынова, Олег Шмонин. Новости сейчас. Одни убивают, а другие спасают, находясь во спасности. Когда возвращение с командировки из зоны СВО, как сюжет для романтическо-героического фильма. Сотрудник ОМОН «Удар», приехав, привез на малую родину щенка, спасенного на территории проведения боевых действий. Ее нашли под завалами зданий. Пройти мимо беды животного у ОМОНовцев не получилось. Росгвардейцы назвали собаку «Ленка» и даже заметили в ней потенциал к служебно-боевым действиям. «Лежала маленькая, худенькая. Сердце наше сыграло свою роль. Собрали к себе, отверстили, откормили, отныли, домой приехала. Пересидели, вылезли». Можно ли пострадать от мошенников, играя в компьютерные игры? Пытаясь заработать с помощью прокачанного аккаунта, многие действительно могут потерять деньги. Мошенники с помощью рассылки якобы приглашают на кибертурнир, просят зарегистрироваться с помощью телефона и ввести данные из полученного СМС. Но принять участие в турнире не получится. Мошенники меняют адрес кабинета и тут же начинают требовать выкуп, присылая для оплаты ссылку на подозрительный сайт. Эксперты советуют не поддаваться на шантаж, а связаться с техподдержкой платформы и сообщить о взломе профиля. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо соблюдать несколько правил. Например, игнорировать ссылки, которые вы получаете в письмах, ни в коем случае не скачивать программы из сомнительных источников и установить антивирусы. Но и самое главное, к любым предложениям неожиданного заработка в сети, если требуются ваши данные, необходимо относиться критически. Сегодня во всем мире празднуют День Учителя. В этом году основные события посвятили году педагога и наставника. Так могут назвать своего директора ученики Иркутской школы музыкальных воспитанников. Александр Павлов в профессии уже почти 30 лет. Непростую административную работу он совмещает с уроками математики. Как ему это удается, знает Александр Гаврилов. Красиво. А потом 100 умножить до 37. 3700. А теперь я хочу, чтобы у меня в тетради записали такое же свойство, но только в своих числах. Придумайте, пожалуйста, что-нибудь. Какой-то пример, который будет отражать, для чего нужно это свойство сочетать. Правила сложения, вычитания, деления и умножения он с удовольствием объясняет несколько раз в неделю своим ученикам. Александр Павлов директор Иркутской школы музыкальных воспитанников. В ней он также ведет уроки математики. Говорит, одаренные дети достаточно быстро понимают даже не самые простые правила. То есть число А нужно умножить. А, Б, А, С. А умножаем на А, В. Прибавить А умножаем на А, С. Педагогический стаж Александра Павлова уже почти 30 лет. За это время он успел поработать в коррекционной школе. Объяснял математику слабослышащим детям. Преподавал в кадетском корпусе. А уже 8 лет возглавляет школу музыкальных воспитанников. Административная работа у него идет параллельно с образовательным процессом. По-другому не вижу себя. Сколько времени работаю в образовательном учреждении. Всегда преподаю какие-то предметы. Потому что так можно чувствовать педагогический коллектив. Так можно чувствовать детей. Так можно чувствовать изменения в системе образования, в преподавательской деятельности. Но по-другому просто нельзя. Вообще мы, когда проводим анализ успешности наших детей, то в принципе дети успешные в общем образовании, а не успешные в музыке. То есть это вот разделять нельзя совершенно. И то, что мы делаем на уроках математики, значит, помогает при изучении предметов музыкальных, таких как сальфеджио. Более 200 учеников школы музыкальных воспитанников искренне благодарны своему наставникам. Увидев Александра в коридорах, школьники радостно бегут к нему обниматься. Кстати, в своем храме науки дети проводят все свободное время. После уроков они отправляются на репетиции и кружки дополнительного образования. С гимна России начинается каждая учебная неделя во всех школах страны. А сегодня главные куплеты государства педагоги исполнили по приятному поводу. Александр Павлов и еще 40 учителей в честь профессионального праздника получили почетные грамоты и благодарности губернатора Иркутской области. Награждение – часть Большой учительской недели – одного из главных событий года педагога и наставника. Год педагога-наставника дал возможность по-новому взглянуть на современного учителя. Те возможности, которые сегодня открывает национальный проект образования для представителей именно педагогического сообщества, говорит о том, что нужно есть все возможности для дальнейшего развития профессионального роста. В нашем регионе профессиональное педагогическое сообщество насчитывает более 50 тысяч работников. Более 24 тысяч из них трудятся в школах. Они хотят следовать главному правилу. Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учится. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас. 500 учеников начальной школы номер 57 будут учиться в новом блоке. Его торжественно открыли сегодня в День учителя. Работы провели по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта образования. Дарья Андреева продолжит. В средней школе 57 обучаются около 2,5 тысяч детей. Более 900 из них – это ученики начальной школы. Потребность в расширении площадей была высокой. Мы два года ждали этого события, и оно произошло. И сегодня, в этот праздничный наш профессиональный праздник, праздничный день, мы открываем школу, новую школу, здание начальной школы. И нам сделали уникальный подарок. И не каждая школа может такой подарок получить. Мы его получили. Поэтому я искренне всех благодарю, кто сегодня присутствует на этом празднике, кто обеспечил нам возможность зайти в это здание. Уже не первый год в День учителя в Иркутске открывают новое учебное заведение. Власти называют это хорошей традицией. Новый блок 57-й школы включает все необходимое для ребят. Кабинеты с современным оборудованием, светлую и уютную столовую, пространство для отдыха. Также дети смогут заниматься здесь робототехникой, посещать мультстудию и даже хореографию. А на уроках физкультуры в просторном спортзале дети будут пользоваться разным качественным инвентарем. Ярким завершением мероприятия стало чествование преподавателей на сцене начального блока школы. Им вручили награды, в том числе региональный знак «Почетный наставник в сфере образования Иркутской области». Руслан Болотов выступил перед педагогами и гостями праздничного концерта и подчеркнул, без нового подхода к образованию не будет нового будущего нашей страны. Также он отметил, сегодня городу нужны новые инструменты для развития образования. А у нас с вами еще раз подчеркну, государство с многовековой тысячелетней историей, которой мы по праву гордимся. И вот эту гордость мы прививаем сегодня ребятишкам, в том числе и через эти инструменты, которые мы с вами сегодня видим. Через школу мы показываем, что мы, несмотря ни на что, делаем все необходимое и возможность, чтобы образование было на самом высоком уровне. Мы не можем вас подвести. А вы, видя поддержку сегодня президента, поддержку губернатора, федерального и регионального уровня, понимаете, что вы всегда будете услышаны и поддержаны. Наш национальный проект образования, разные федеральные проекты и модернизация систем школьного образования, мы должны использовать это в общем объеме. Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин вчера на встрече с учащимися, с учителями, Михаил Владимирович Мишустин, представитель правительства, они все сказали, что вопрос образования – это стратегическая задача. И сегодня для того, чтобы эту стратегическую задачу выполнить, мы должны создавать условия. Дарья Андреева, Иван Прокудин. Новости сейчас. В Ангарске случилось долгожданное событие. В год педагога и наставника напротив педагогического колледжа появился памятник учителю. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Идея установить скульптурную композицию в знак всеобщего уважения и признательности возникла еще три года назад. И вот в год педагога и наставника ее удалось воплотить. Памятник посвятили труду учителей, воспитателей, наставников, преподавателей, тренеров. Инициатор – почетный гражданин. Директор гимназии номер один Людмила Владимировна Раевская. Ее идею поддержал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. Наша профессия, она богата знаниями, богата душой и сердцем, потому что учителя до последней капли отдают свое сердце детям. И сегодня с открытием этой скульптурной композиции, посвященной учителю, я думаю, начинается новая эра в жизни учителя. Как будет выглядеть памятник учителю, выбирали всем городом. Голосование провели в 112 образовательных учреждениях Ангарского округа. Эскиз скульптуры нарисовал Евгений Ставский. Воплотить идею удалось благодаря пожертвованиям. Участвовать в сборе средств мог каждый желающий. Суть одна. Люди, которые помогают найти себя в жизни и пойти по ней прямо. И добиться достойных результатов. Фигуры учителя с тремя детьми, сидящие на скамье, изготовили из бронзы в мастерской художественного литья в Красноярске. Сначала она была из мягкого материала. Представители администрации и учителя выезжали в Красноярск и вносили свои корректировки. В книге на долгую память оставили свои отпечатки. Высота фигур полторы натуральной величины. Постамент выполнили из гранита. Наверное, это не заслужено, что столько лет в городе не реализована идея создания памятника. Это, наверное, единственная скульптурная композиция в городе, где действительно десятки тысяч ангарчан приняли участие. Как правило, у нас были обычно титульные спонсоры каких-то проектов. Но здесь действительно весь город включился. И частица каждого горожанина сегодня в этом памятнике. Место для памятника учителю выбрали не случайно. А его установили напротив Ангарского педагогического колледжа. Бронзовая композиция каждый день будет вдохновлять будущих учителей и воспитателей. Юлия Бархатова, Сергей Коваленков. Новости сейчас. Не можете обойтись без сладкого? Проверьте щитовидку и глюкозу за 290 рублей по программе «Страна Гемотест». Подробности на гемотест.ру Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вторую победу подряд одержали игроки имени футбольного Ирайра. В центральном матче домашнего тура летчики оказались сильнее Кемеровска Кузбасс. Гости активно начали, но сразу несколько опасных ударов по своим воротам отбил голкипер иркутянин Георгий Пашин. После чего подопечные Сергея Малышева взяли инициативу, что обернулось успехом. Лидер атак Ирайра Роман Адамов открыл счет ударом с носка. Во втором тайме иркутяне ошибались в защите, но футболистов Кузбасса подводила реализация. А вот Роман Адамов наоборот был в ударе. Игрок оформил дубль. Правда, победить сухую Ирайра не удалось. Незадолго до конца встречи гости сократили разрыв. Итог 2-1. Победа Ирайра. Игра была напряженная. Действительно готовились. Так как последнюю игру на кубок, да и товарищескую мы обыграли Кузбасс. И, конечно же, ожидали. Ожидали такой борьбы, такого накала, наверное. Игра шла до мяча. Кто забивает, тот получает преимущество. Большое причем. Но скажу так, что, наверное, все-таки мы много моментов не использовали. Таких прям, где можно было хладнокровно разобраться в моментах. Вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте astv.ru и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. К этому часу это были все новости. Я же с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова